Ребята, всем привет! Сегодня видео будет с балкона. Надоело сидеть за компьютером и снимать оттуда. Сегодня буду, так сказать, ухаживать за велосипедом, мыть его чуть-чуть, и вам расскажу какую-нибудь тему. В принципе, тем много, о которых я хотел бы рассказать. Они в основном будут интересны новичкам, но если вам нечего делать, можете поставить телефон около себя, заниматься своими делами и слушать, о чём я буду болтать. Тема будет такая. Что же купить новичкам? То есть в середине лета я поднимаю такую тему. Что же купить новичкам? Вот если вы сегодня только задумались купить велосипед, но не знаете какой, вы знаете, что они примерно все похожи, но они очень сильно друг от друга отличаются. Я буду рассказывать на своём примере, как выбирал я, и, возможно, кому-то это видео будет полезным. Начнём с того, что вы для начала определяетесь с тем, для чего же вам нужен этот самый велосипед. Что вы будете с ним делать? Где вы будете его использовать? В моём случае, когда в 2014 году я начинал своё велосипедную свою жизнь, у меня стояла задача купить какой-нибудь велосипед, перемещаться с ним в основном по городу, по лесу, да, в принципе, и всё на этом. О будущем я ещё не думал. Что я дальше буду делать, для чего я его дальше конкретно буду использовать, у меня в мыслях не было. Пришёл в магазин, посмотрел по ценам, выбрал по характеристикам в интернете, и мой выбор пал на горный велосипед. Горный велосипед по асфальту отлично справлялся, по лесу отлично справлялся, по шоссе я не катался. Горный велосипед давал мне возможность перемещаться где угодно, как угодно. Опять же, о дальних поездках, о скорости я в этот момент ещё не думал. Как я уже сказал, с моими целями он справлялся отлично. Дальше уже, по мере того, как моя форма росла, мне хотелось больше скорости, чуть-чуть дальних поездок, я понял, что мой велосипед горный Merida Big Nine, помню ещё купленный за 19 тысяч рублей, с этой задачей не справлялся. Я начал смотреть потом в сторону шоссейников и циклокроссов. Посмотрев множество видео, отзывов, я понял, что я хочу шоссейный велосипед. Шоссейный велосипед для того, чтобы преодолевать длинные дистанции, на хорошей скорости, в принципе, и меньше уставать. Вот такая задача у меня стояла. Купив шоссейный велосипед, я понял, что шоссейный велосипед – очень специфичная машина. То бишь, как это понимать? Если вы захотите покататься в лесу, вы это, конечно, сделаете, но это будет так не к месту, так неуместно, что вы пожалеете, что решили на шоссейнике заехать в лес. Вспоминал, как мой горный велосипед катался при любых условиях, при любых покрытиях, с одинаковой скоростью. Я мог давить даже перед камнями, не останавливаться на шоссейнике. Я первые два месяца привыкал к дорожным стыкам, ко всяким вообще неровностям на дорогах. И это было поначалу, конечно, для меня чуть-чуть, ну, так скажем, занимало в моей голове мыслью, а правильно ли я вообще сделал, что я купил шоссейный велосипед, тем более после первых нескольких катаний у меня сразу было несколько проколов. То есть у меня чуть-чуть возникла мысль, а вообще зачем я поменял свой отличный велосипед, горный велосипед, на шоссейник, на шоссейник. Что же я получил взамен? А взамен я получил столько радости от катания на шоссейнике на шоссе. То есть эта скорость, ощущение полета, мог держать скорость сравнее с троллейбусом. То есть это было очень, очень бешено. То есть я летал, внутренне летал от того, что можно на велосипеде разгоняться и держать хорошую среднюю скорость. То есть на тот момент от шоссейника я получал массу удовольствия. Сейчас, конечно, эти бурные радости, ну, могу сказать, что они не такие. То есть сейчас больше ты уже просто катаешь. Вот. Ну, а на тот момент, когда я пересел с горного на шоссейник, я понял, что шоссейник это, ну, ничто не будет кататься быстрее из велосипедов, ну, отбрасывая электровелосипеды, да, ничто не будет кататься быстрее, чем шоссейный велосипед на трассе. Никакой ни горный велосипед, ни грейвлбайк, никто и ничто быстрее шоссейника не будет разгоняться и держать такую же среднюю скорость. Это были вообще ощущения от шоссейника и от горного велосипеда. А сейчас я уже расскажу, по каким хотя бы внутренним своим критериям вы сможете приблизительно сделать первые шаги в велоспорт. Ну, для этого вы сначала для себя дайте оценку. В большей части по каким покрытиям вы будете кататься, с чем вы будете мириться, а с чем не будете мириться. Дальше уже можно будет делать выбор в велосипеде. То есть, если вы новичок, да, и не понимаете еще, зачем кататься по шоссе, преодолевать дальние дистанции, вы просто хотите кататься по городу, набирать какую-никакую форму для начала, по лесочку покататься, на шоссейник даже не смотрите, сразу берите горный велосипед, ну, либо на короняк, либо на короняк циклокроссовый велосипед, да, и все, не парьтесь. Если вы, как я уже сказал, не думайте вообще ни о каких дальних поездках по шоссе, то есть, если вам нужен лес, пересеченка, все, шоссейник у вас сразу же сбрасывается. Ну, если у вас планов кататься по шоссе именно на хорошей скорости, то есть, лес для вас, это не то, что вы ищете, а вы ищете больше прямых дорог, то однозначно берите шоссейник. Не надо бояться, что у вас будут частые проколы по колесам, это неправильно. Постепенно катаясь, вы научитесь именно выбирать те участки дорог, где нет этих самых камней, мелкие, да, щебени, нету стекол, то есть, перед покупкой я очень долго читал отзывы, как же часто прокалывать эти самые колеса. Спрашивал у продавцов в магазине, насколько на этих тонких колесах можно ездить. Хотите, верьте, хотите, нет, они не прокалываются, и они держат нормальную, довольно-таки хорошее количество километров без проколов. Поэтому этого бояться не надо, ребят. Проколов здесь практически нету. Только после того, как вы износите хорошенько резину, возможно, пойдут трещины, возможно, попадет туда камень или что-то острое, и вы проколитесь. Только в этом случае. Не надо бояться этой хрупкой рамы. Да, оно до такой степени тонкое, что звучит как карбон, ну, почти как карбон, в самых тонких местах, где стенка очень тонкая. Не надо бояться карбоновой этой самой легкой вилки, пластмассовой, да. Не надо бояться этого изогнутого руля. То есть здесь все до такой степени уже предусмотрено до вас, до нас, то, что не надо вообще думать, что что-то может пойти не так при эксплуатации данного велосипеда. И к посадке вы привыкнете. То есть это все время. По поводу цены. Цены приблизительно одинаковые, что на шоссе на велосипед комплектующие, что на горный велосипед. Поэтому, ребят, если надумали встать на дорогу велосипедистов и не знаете, какой выбрать велосипед, примерно ориентируйтесь по этим критериям, что вам все-таки больше надо. И не надо бояться, что вот, допустим, вы купите горный велосипед, да, и все на всю жизнь останется с этим горным велосипедом. Нет. Я купил в 2014 году, в начале года, да, когда еще лежал снег, велосипед. А на следующий год, то есть ровно через год, я этот самый велосипед продал. Спокойно продал. И купил шоссейный велосипед. То есть покатался, понял, что это чуть-чуть не мое. Ну, я с помощью горного велосипеда въехал во велосипедную индустрию, так скажем, и пересел на более легкий велосипед. И все. Катаюсь, мне все нравится. Велосипед я менять не хочу. Ориентацию велосипедную я тоже менять не хочу. То есть мне шоссейный велосипед всем устраивает. Все нравится. Поэтому тоже, ребята, не бойтесь, покупайте, смотрите. И все у вас будет хорошо. Всем спасибо и пока.